Добрый день, дамы и господа. Рада, что вы еще здесь с нами. Очень приятно всех видеть. Кто-то выдержал такой поток информации, кто-то, к сожалению, нет. Вы знаете, я бы хотела сегодня рассказать вам, наверное, в первую очередь не о нашей компании, а все-таки о тех возможностях, которые возможно применять для того, чтобы реализовывать разные проекты на ваших предприятиях. От таких, про которых сейчас рассказал мне Николай, грандиозных и больших, до самых скромных проектов. Итак, какие есть финансовые инструменты на российском рынке для того, чтобы эти проекты реализовывать? Давайте посмотрим. Это те инструменты, которые доступны нашим предприятиям, нашим клиентам, производственным предприятиям в Российской Федерации. Ну, самое простое – это собственные средства. Есть, естественно, кредиты российских банков, есть международное финансирование, есть программа государственной поддержки, есть факторинг, есть лизинг и много всяких непонятных слов, наверное, для тех, кто занимается непосредственным производством. Действительно, давайте начнем с самого простого – собственные средства, да, нет ничего проще. Самый простой вариант по трудозатратам по оформлению, но при этом, давайте не забывать, что их объем всегда ограничен, что отвлечение собственных средств из оборудованного капитала компании периодически вносит определенные сложности в производственный процесс. И есть определенные риски договоров, определенные риски продавцов, особенно не таких известных, с которыми вы сталкиваетесь впервые. К сожалению, наша страна дает возможность не самым честным компаниям существовать и работать. Есть известная, наверное, всем и каждому, и простому обывателю, и компаниям банковское предыдувание. Если посмотреть на плюсы и минусы, то процентная ставка – это в среднем от 10%, средний срок договора – около 3 лет, что не всегда комфортно и возможно для предприятий, особенно при больших закупках. Возможно кредитование под залог товаров в обороте, что тоже не всегда применимо. И есть у банков льготы на прочих программах. Но, безусловно, как и везде, есть плюсы и есть минусы. Чаще всего это значительный пакет документов, с которыми совершенно не хочется возиться в финансовой службе, потому что нет других вопросов. Банковское кредитование дает ухудшение показателей финансовой отчетности любого предприятия, то есть влияет на результат финансовый. Банки обычно настаивают на том, чтобы компания перешла на расчетно-кассовое обслуживание именно к ним, и оборот, который проходит в этом банке, должен быть значительным. Безусловно, практически в каждом случае нужен залог. Залог должен превышать стоимость кредита в два раза. И, как всегда, есть какие-нибудь дополнительные комиссии под звездочками, или мелким шрифтом, который не все и не всегда видят и внимательно читают. Есть государственная поддержка субъектов среднего и малого бизнеса, так называемая программа МСП. В них также участвуют определенные банки, чаще всего это госбанки, участвуют лизинговые компании. Если говорить об условиях, то процентная ставка, возможно, от 6,5%, но это такое условие, которому вряд ли средний и малый бизнес будут соответствовать. То есть очень жесткие требования для того, чтобы получить низкую процентную ставку. Средняя процентная ставка начинается от 9,5%, если посмотреть условия этих программ. Финансирование от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей, возможно. И также средний срок договора 3 года. Возможно рассмотрение более длительных сроков финансирования. Но это должен быть очень интересный и очень, наверное, непростой, достаточно крупный проект. В этом случае пакет документов, если обратиться к минусам, он будет еще более великим, нежели это простое кредитование. Это дополнительный срок рассмотрения, потому что это рассматривает не какое-то отдельное финансовое учреждение, а это рассматривает банк, а потом это идет на дополнительную проверку. То есть срок увеличится примерно в два раза. Небольшой срок договора, также ухудшение показателей финансовой отчетности. И самое неприятное в том, что есть лимиты финансирования на эту программу. То есть есть определенный объем средств, выделяемый государством ежегодно, и он имеет свойство, к сожалению, заканчиваться неожиданно. И даже если мы в нашей практике неоднократно сталкивались, если кредит одобрен, это не значит еще, что вы эти деньги получите. Потому что деньги раз и неожиданно закончились. Не самая приятная ситуация, особенно учесть, что вы как раз потратили очень много времени на сбор пакета документов, а потом еще и ждали одобрения достаточно долго. Есть специальные программы финансирования импортного оборудования, застрахованное национальными экспортными агентствами. Это специальные агентства, которые страхуют рассрочку поставщика и дают возможность оплачивать покупку с какой-то рассрочкой протяжения на несколько лет. Это поддержка производителей той страны, откуда поступает оборудование. Есть Ольдер Гермес, я думаю, что где-то кто-то, может быть, слышал или сталкивался. Есть китайские экспортные агентства, есть итальянские. То есть это страхование рисков поставщика от того, что компания, которая приобретает оборудование в течение срока рассрочки, не заплатит или не вовремя заплатит весь объем денег. Это, наверное, практически единственный инструмент среднего и долгосрочного финансирования. На опыте есть финансирование на 10-15 лет при крупных проектах, застрахованные вот такими экспортными агентствами. Но есть нюансы. Во-первых, чаще всего получить такое финансирование достаточно сложно. Компания должна отвечать очень высоким требованиям с точки зрения финансовой отчетности. Компания должна ввестись международная финансовая отчетность чаще всего, за некоторым исключением. Колебания процентных ставок, чаще всего эти ставки не фиксированы. То есть идет привязка к международным ставкам. Евроборд плюс сколько-нибудь, например, ставка, которая колеблется во времени. Это валютное финансирование, что на длинный срок вряд ли приемлемо в нашей стране, учитывая, что мы сейчас все наблюдаем, происходит с курсами валют. И что мы видели, что происходило в 2014-2015 году, когда рубль стал дешевле в два раза. И возможны комиссии банку-резиденту, которые часто сопровождают такие крупные проекты, реализуя эту сделку для предприятия. То есть в совокупности может выйти примерно на стоимость денег к той же, которую предлагают банки здесь в России под крупные проекты. Но такими вариантами пользуются предприятия. В принципе, если их компания устойчивая и часть продукции входит на экспорт, это имеет очень хороший смысл обратиться к услугам таких провайдеров. Есть такая услуга, как факторинг. Факторинг, такую услугу осуществляют либо российские банки, либо специальные факторинговые компании. Они тоже чаще всего работают при банках. Это комплекс услуг по финансированию управления дебиторской задолженностью. И чаще всего использование такой услуги имеет смысл для торговых компаний со значительным оборотом, с большим количеством контрагентов, с тем, что компания предоставляет отсрочки какие-то по уплате за их продукты или услуги. И вот в этом случае факторинг применимый и очень даже полезен. То есть вы не боретесь с тем, что выбиваете дебиторскую задолженность из своих контрагентов. Этим занимается банк или компания, которая предоставляет услугу факторингу. Это позволяет избежать кассовых разрывов, то есть деньги приходят в срок и вовремя. Это позволяет пополнять оборотные средства вовремя. И это финансировано беззалогово. Но, как я уже сказала, это действительно применяется в том случае, если в компании очень большой оборот, чаще всего в торговле в логистике. И в основном со значительным потоком вот той самой дебиторской задолженности. То есть это не разовые сделки, это не единовременная покупка. И такие услуги, они на самом деле достаточно затратны с точки зрения их стоимости и с точки зрения документа оборотов. То есть количество документов, которые вы предоставляете в банк или в факторинг его компания по каждой операции, они, наверное, в 3-4 раза больше, чем обычные документы оборотов. Есть в нашей стране фонд развития промышленности, так называемый ФРП. Тоже, наверное, у компаний, которые пользуются финансовыми услугами на слуху. На самом деле этот фонд предоставляет различные условия финансирования проектов, крупных проектов. Они должны отвечать определенным требованиям по отраслевой принадлежности, по импортозамещению и так далее. Нужно ознакомиться с условиями очень подробно. Я вам расскажу то, с чем мы познакомились и что мы использовали уже на практике. Это использование средств фонда в лизинговых проектах. В данном случае фонд предоставляет займ на авансный платеж при приобретении какого-то оборудования или комплекса оборудования. Этот займ, он составляет до 90% первоначального взноса и до 27% от общей стоимости покупаемого оборудования. Финансирование, возможно, до 1 миллиарда рублей и минимальный бюджет вообще проекта как такового 20 миллионов. То есть это действительно под крупные проекты предусмотренная программа. Займ предоставляется под 1% сроком до 5 лет. То есть фактически при приобретении оборудования и использовании этой программы компания отвлекает минимум собственных средств на реализацию проекта по приобретению оборудования. Порядка 10%, даже менее 5%. Где-то 3% в зависимости от условий. То есть берется займ на авансовый платеж, остальную сумму платит лизинговая компания и все это возвращается в течение достаточно длительного количества времени. Такие проекты действительно реализуемы. Мы поучаствовали в четырех из них на сегодняшний день. Там большой пакет документов, безусловно, очень скрупулезные требования с точки зрения самого проекта условий. То есть должно быть импортозамещение, какие-то конкретные отрасли, в которых это может применяться. Но смысл имеет, когда приобретается или строится дополнительный цех, или приобретается большой объем оборудования, для строительства нового завода. То есть когда проект действительно требует увеличения огромных ресурсов. И не сильно комфортно, длительный срок рассмотрения дополнительно. В среднем порядка двух-трех месяцев. Но здесь все зависит от участника проектов производственного предприятия. То есть если все выполняется четко в срок и оперативно, мы такой последний проект реализовали с ФРП за месяц и неделю. То есть быстрее, чем в средний срок. То есть все при должном увеличении, да, отдача и есть. Ну и самое вкусное напоследок. Лизинг. Почему он и как это работает, да. То есть есть планы у компании по приобретению оборудования. Клиент перечисляет авансовый платеж лизинговой компании. Лизинговая компания полностью оплачивает покупку в адрес поставщика. По окончании всего действия, то, что было приобретено лизинговой компанией для клиента, переходит в собственность клиента. Кто может стать клиентом нашим, да. Здесь уже речь о семейц финансов. Это коммерческое предприятие, не бюджетное. Это производственная компания, которая приобретает лизинг оборудования. Бизнес должен работать более одного года. И стабильные показатели также за последние 12 месяцев по отчетности. То есть заранее убыточное предприятие с отрицательными показателями всего, что можно показать финансовой отчетности, вряд ли сможет справиться с платежной нагрузкой. Но в целом все очень просто и достаточно легко. Какие есть преимущества? Преимущества лизинга – это долгосрочное финансирование. И это позволяет снижать ежемесячную платежную нагрузку. Платежи по лизинговому договору в полной мере относятся на себе стоимость. То есть тем самым вы абсолютно официально снижаете налог на прибыль, которую вы плачеваете. Сумма НДС по договору лизинга также полностью ставится к зачету. То есть там происходит экономия. Очень значительно спросить любого бухгалтера. Только дайте за что-нибудь поставить НДС какого-нибудь к зачету. Они будут очень счастливы повезти. Ну и экономия времени и ресурсов, потому что лизинговые сделки действительно реализуются достаточно быстро. Если говорить об общих условиях, которые также предлагает клиентам наша компания, то низкий авансовый платеж от 10% до срока лизинга. Стандартное до 7 лет, но есть проекты реализованы на 10 лет. Быстрое решение по сделке. У нас нет верхнего подокапа объема финансирования. Есть, но он очень большой. И валюта договора может быть в принципе любой, но на сегодняшний день 98% наших клиентов предпочитают рублевый лизинг. Ну, в принципе, что достаточно объяснимо. В том случае, если у нас в оборудовании есть компоненты Siemens, то мы предоставляем дополнительно льготное финансирование, поскольку мы являемся 100% дочерним предприятием компании Siemens AG. Про ФРП уже рассказала более подробно. Мы являемся участником этой программы, и это действительно работает. Если немножечко осузить наш фокус и поговорить про термопласты автоматых ITA. В данном случае у нас есть специальная программа решение по сделке принимается в течение 3-5 дней. По экспресс-программе возможно финансирование до 42 месяцев с авансовым платежом от 15%. На короткий срок 25% на более длинный. И для повторных клиентов 15% на аванс. Это абсолютно рабочий вариант, которому мы всегда очень рады. А это пример расчета, который я сделала буквально вчера. Мы взяли условный термопласт-автомат стоимостью 50 тысяч долларов в США. При абсолютно стандартном варианте сделки, 30% авансовый платеж и срок лизинга 2 года, это то, что наиболее востребовано при финансировании термопласт-автомата. При рублевом договоре лизинга, несмотря на стоимость термопласта-автомата в долларах, при включенном страховании оборудования на весь срок лизинга, при отсутствии каких-либо дополнительных комиссий сверх под звездочкой и мелким шрифтом, мы получаем с вами ежемесячный платеж на уровне 117 тысяч 200 рублей. Мне кажется, что платить ежемесячно 117 тысяч 200 рублей немного комфортнее, чем отдать сразу 50 тысяч долларов. И при этом есть те самые налоговые льготы, о которых я сказала в теории, вот в последних двух строчках представлены цинфрой на практике. Это то, чему будет счастлив абсолютно каждый бухгалтер – возмещение НДС экономии налоговой на прибыль. То есть при использовании финансирования без потери времени на накопление денег на новую покупку, у нас получается рост эффективности бизнеса уже сегодня. А учитывая те требования рынка, с которыми сталкивается каждое производственное предприятие, рост технологий, требования заказчиков, рост бизнеса и покупки уже сегодня – это порой стоит даже небольшой переплаты, которую, естественно, подразумевают финансовые услуги. Мы стараемся экономить время наших клиентов, поэтому мы принимаем решения достаточно быстро. Мы рассматриваем индивидуальные требования и более 30 тысяч реализованных проектов, 460 сотрудников по всей России работают для наших клиентов, для наших проектов. В части финансирования именно производственных проектов среди лизинговых компаний мы завоевали первое место в отраслях металлообработки, пищевой промышленности, энергетики, медицины и, конечно же, переработки пластмасса. Мы предлагаем абсолютно широкий выбор финансовых решений, прямой лизинг, обычный, возвратный, у нас есть мастер-лизинг программы, экспресс-финансирование, и мы первыми помогли обследовать удары, купив томограф для ветеринарной клиники. Меня зовут Валерия Новика, это перечень наших офисов по всей стране. Мои контакты, если у вас есть вопросы, я буду рада вам ответить на них. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очевидный вопрос по стоимости ваших услуг. Можно, например, вашего расчета, который вы привели, либо диапазон можете назвать, какая эффективная ставка по вашему языку? Давайте разберемся с определением. Что есть эффективная ставка? Ну, если мы посчитаем кэшферон, чистый, да, с вашими, без лизинга, да, и денежный поток по переплате, возьмем прямой иерарий, посчитаем. Вот это покажет вам эффективную ставку. Это тот показатель, по которому можно вашу стоимость лизинга сравнить с кредитом, там, с другими любимыми финансовыми продуктами. Ну, лизин с кредитом я бы не стала сравнивать, честно, потому что есть входящий-исходящий НДС, который дает очень значительный поток. Можно ли я самую ставку посчитать с учетом НДС, с учетом налоговой экономики? Давайте пойдем другим путем. Вот тот расчет, который я вам показала сегодня, переплата в год составляет 7% в рублях. Это, наверное, величина понятная вот здесь сейчас всем. Если считать эффективную процентную ставку через любой калькулятор, который предлагается в открытых источниках, она считается неверной. При использовании одних и тех же условий для лизинга кредита она значительно завышает ставку. Если вы хотели бы посмотреть конкретный пример и сделать расчеты какие-то самостоятельно, то мы готовы с коллегами взять этот пример, вам его показать, показать ежемесячный лизинговый платеж, все условия, и вы тогда сможете, учитывая использованные вами инструменты, вот эту эффективную ставку рассчитать. Потому что я, как человек, который работает в лизинге больше десяти лет, не согласна с применением, это мое личное мнение, не согласна с применением калькуляторов на счетах эффективной ставки, применяемых одновременно для кредита лизинга. Это неверно в город. Спасибо. Добрый день, я зовут Владимир. Такой вопрос. Термопласт-автоматы при ввозе в РФ имеют нулевой НДС. Насколько это вообще правильно считать плюсом возмещения НДС, который изначально вообще нигде не заплатился? В моем взгляд, это минус. Да, здесь, безусловно, есть нюанс. Законодательство в этой части поменялось очень быстро. В декабре было одно, а летом стало совершенно другое. На самом деле это применимо в том случае, если у предприятия нет других вариантов источников финансирования. Но кредиты в банках рассматриваются долго и нужен залог. Это не каждому предприятию подходит. Особенно если кредиты уже используются и заложено все, что можно. Если единственным финансовым инструментом остается лизинг, то мы в этом случае термопласт-автомат, который продается не на территории России, а за границей, покупаем у нашего клиента на условиях с НДС. То есть мы заплатим, если вы являетесь продавцом, заплатим вам за этот термопласт-автомат с учетом НДС, то есть прибавив к стоимости 18%, вы получите деньги в полном объеме. И вам же передадим в лизинг, и вы этот НДС уже сумма договора лизинга, которая априори больше, чем сумма договора купли-продажи, да, этот НДС возместите. То есть тогда, когда, а это очень часто случается на самом деле, да, иначе бы у меня здесь не было, когда нет вариантов использования других источников финансирования, или они некомфортны по каким-то причинам, или невозможно выполнить условия кредиторов, банков, других финансовых институтов, лизинг – единственный инструмент, то, в принципе, это выход. Да, он будет по стоимости входящей к нам выше, но, тем не менее, НДС вы возместите уже с общей суммы договора. Добрый день. Вопрос следующий. Не изменились ли у вас условия по возвратному лизингу? В сравнении с чем? Ну, с двухлетней давности, например. Конечно, изменились. Насколько? Поподробнее, пожалуйста, про условия. Давайте поподробнее по возвратному лизинг. Я не знаю, всем ли интересно, или мы можем не задерживать следующего докладчика в перерыве с вами это обсудить? Как удобнее будет? Или про возвратный лизинг в двух словах? В двух словах. Что такое возвратный лизинг? Это когда предприятие приобрело самостоятельное оборудование, которое нигде не заложено и оплачено 100%, и введено в эксплуатацию. И при этом есть необходимость пополнения оборудованных средств или вложения их в какой-то новый проект. И эта компания, которая приобрела это оборудование, может продать это оборудование, даже если оно было уже в употреблении сроком до 10 лет, нам лизинговой компании. Мы его купим по текущей рыночной стоимости. При этом, если ему до 6 месяцев года эксплуатацию, мы его будем оценивать как новое. Если оно до 6 месяцев эксплуатации, то дисконт или аванс, да, все равно в лизинге присутствует аванс, будет составлять от 15%. То есть 15% это абсолютно применимо. Если оборудование старше, то 30%. Срок лизинга на такое оборудование будет определяться нашими специалистами в зависимости от того, какая его наработка. Да, оборудование двухлетней давности или годовалой нельзя сравнивать с оборудованием, которому уже 8-9 лет. Но средний срок по возвратному лизингу это около 2-3 лет на сегодняшний день. Может быть, лучше. То есть нужно все-таки смотреть на то, что мы покупаем, сколько его лет, когда оно было введено в эксплуатацию, как оно и эксплуатировалось. И плюс дополнительным условием будет являться оценка этого оборудования со стороны профессионального оценщика, у которого есть сертификат. То есть мы оценим со своей стороны рыночную стоимость и мы также ждем независимую оценку. Причем эта услуга совершенно недорогая и достаточно подъемная. Мы никого не рекомендуем из оценщиков. Нам главное, чтобы это был оценщик, имеющий сертификат. Они несколькими способами оценивают стоимость этого оборудования. Мы его приобретаем за минусом дисконта от 15%. Ставки, прочие условия, пакет документов, все остается тем же самым. То есть это пополнение оборотных средств предприятия. При этом нам не интересно, куда вы их потратите. Ну, с точки зрения банального любопытства, конечно, нам интересно. Но, в принципе, можно взять эти деньги и на Канары съездить. Мы препятствовать не будем совершенно. Наверное, это в двух словах. Все остальное, как при стандартном лизинге, то есть нет никаких значительных отличий. Продолжение следует... Продолжение следует...